Продолжение следует... Пропустили маленький, очень важный, церковный такой момент. Не то, что мы пропустили, конечно, но его не вспомнили. Он не относится к русской истории. Но он очень важен. Да, но к славянской, к православной истории он, конечно, и это у нас еще аукается. В нашей жизни аукается. Это, конечно, Брестская уния. И вот батюшка сейчас расскажет. Уний было очень много. Дело в том, что папы никогда не прекращали посягательство, воспринимая на Восточную Церковь, воспринимая раскол с Византией как схизму. То есть, естественно, с точки зрения Запада, константинопольские патриархи, я же с ними, там другие восточные патриархи, все были еретиками, схизматиками и отступниками. Я буду немножко суров, может, кому-то не понравится, но я скажу некоторые очень серьезные, имеющие право быть вещи, имеющие право жить вещи. Дело в том, что так Богу было угодно сотворить человека, что в человеке осталось очень много от животных, осталось очень много от братьев наших меньших, и, по сути дела, отличаемся мы от них только своей душой и умением логически думать. Больше у нас никакого различия в этом нет. И раньше собачки метят свою территорию, бегают. Все знают, как это происходит. Также и кошечки поступают, и многие-многие другие животные находят способы, как пометить свою территорию. Императоры, не имея возможности метить все столбы в империи, как метят их собачки, цари, короли придумали свою методику метить свою территорию, свою землю. Ярчайший этому пример это протестантские княжеские, удельные княжества, образовавшиеся после Мартина Лютера. Они вывели четкую формулу, чья власть, того и вера. То есть, я князь, я решаю, как будет верить мой народ. По сути дела, моя собственность, мои холопы, следовательно, и их вера должна быть такой, как у меня. Ну, для того, чтобы упрочить государство и защищать его интересы. Ничего не изменилось с тех пор. Более того, я дерзаю сказать, что все вот эти унии, это попытка перепометить территорию. То есть, попытки ослабить восточные страны, и в особенности после падения Константинополя именно Россию. А также такое лживое представление, к сожалению, ошибочное, что в славянском мире можно вот по запаху другого католического, по католическому запаху, можно достичь себе переференции перед Москвой. К сожалению большому, мы наблюдаем с вами с 12 века, может быть, даже еще чуть-чуть раньше, Вильно, Брест, Литовские земли, Галицию, православные страны на то время, и Польшу православную, крещеные братьями-моралами. И много очень конфликтов на основании борьбы территории. Вот эти межевые войны, бесконечные союзы со шведами, бесконечные, с одной стороны потом татарские набеги, отделение Галиции, сожжение Киева и прочее, 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 привели к тому, что возникла своя польская элита. И вот при Сигизмундах, о которых мы говорили, их было прям несколько, Сигизмунд первый, второй, вот сейчас Брест-Литовская уния, Сигизмунд третий, возникла элита восточной Москве, западная элита в Польше. Причем очень сильно пострадавшая Южная Русь, Киевские пределы, они приобрели второстепенное совершенно, даже третье, четырестепенное значение, поскольку Киев так был разграблен, что население его уменьшилось в десятки раз города, даже в сотню раз уменьшилось население и восстанавливалось очень медленно. И вот это помечение территории велось в средневековье с помощью религиозных войн. Брест-Литовская уния, несомненная религиозная война. Элитой сделан выбор в пользу... Литовской элиты. Да, литовской элиты, именно литовской элитой. А уже потом к ней и Польша присоединилась полностью с Сигизмундом. Постепенно, сначала в Унию, а потом вообще в католицизм полностью. И Уния уже стала как переходный этап такой некий, католическим и Польша. И это православное государство вдруг осознало, что самостоятельно бороться с Москвой оно не имеет возможности. И решило примкнуть к Западу. Я считаю, что это... Может каждый, конечно, имеет право на свой свободный выбор. Если они имеют право на предательство, мы имеем право их бить. Я считаю, дальше больше и громче надо об этом говорить. Сейчас мы должны, вынуждены это и должны, и с поляками, и с тем, что они сделали с Украиной сейчас, к тем, кто там пришел к власти. Мы должны применять методы, которые принимают собачки, пометившую свою территорию. Если кто-то залазит, какая-то другая собачка, ей не поздоровится. Так вот, вся крев польским собакам нужно уметь показать их место. Поскольку в своей такой мелочной и, знаете, как моська, знать, она сильна, что лает на слона, они очень много нам причиняли зла. Очень много причинили зла. Причем, я буду настаивать на том, что мы, по сути дела, особо к ним никогда не лезли. Вся вот эта заваруха и все вот эти политические истерии, там, начиная от убийства, вот сейчас мы можем с вами... Кстати, вот я хотел обратить ваше внимание. Посмотрите, насколько все повторяется. Это насколько вот просто... Многие не услышат, многие не захотят меня слушать. Но пусть те, кто имеет разум, услышат меня. Смотрите, Годунов народный любимец. Все в народе почитают его. От патриарха до самого последнего холопа. Считают его величайшими заслугами государственное строительство. Крепостей, городов, там, в общем. С чего началось падение его авторитета? С загадочной смерти. Царевича Дмитрия. Теперь нам те же самые западноевропейские, как Путин любит часто говорить, коллеги наши, устраивают опять какую-то загадочную смерть, в чем обвиняют прям лично буквально Путина, приказ отдавшего на это. Борис, не напоминает ли вам это уже давно проверенную историческую опыт, как можно лишить человека авторитетов внутри собственного народа? А попробуй отмойся. Да, попробуй отмойся, да. Потом зарезал, кто там была толпа, попробуй разберись. И это нам говорят те, кто, если мы с вами посмотрим историю Ирландии, то Англию можно бомбить завтра. Вот, так, чтобы от Лондона вообще не осталось камня на камне. Это нам говорят те, которые задушили Павла Первого, дав на это огромное количество денег. И причем тут даже доказывать нечего. Можете себе представить, что Павел жил себе прекрасно и спокойно, а в Англии за несколько дней до его смерти вышли из газетные статьи о том, что Павел задушен. То есть, вот таким пророческим даром обладает английская королева, что она в видениях видит судьбы мира, будущие. И за три или за четыре дня английские газеты напечатали не королох, а смерти Павла Первого, который, да откуда же они это могли? Надо предъявить. Конечно, потому что ты даже по телефону высотому не позвонишь. Куда нашел Павла? Куда делся? Да, да, кстати, абсолютно верно. Эксгумацию срочно произвести и прочее, прочее. Вопросить их, представителей. Это я просто... Как там Палин, разведчик, когда ты их работал. Да, абсолютно верно. И не только Палин. Если мы сейчас не будем на это углубляться, потому что там англичане, где только не нагадили. Вот этот карлик, бывший раньше огромной империей, который нагадил везде по всему белому свету, не может теперь нам простить ничего. И все гадости, какие только можно на протяжении столетий, мы именно видели только от англичан. Никто столько не постарался. Ни французы, ни даже немцы, сколько англичане. И обычно это всегда связано с Крымом, как обладанием Черным морем, вечно они вот этим Крымом лезут. Обычно это связано с попытками изоляции России. Вспомним Антанту в 1917 году, что они хотели сделать с новой большевистской Россией, как они ее окружали там первым, вторым, третьим кольцом. И сейчас точно та же самая история. И вот здесь, в этой, как ни удивительно, именно сейчас, в Бресте, Литовской унии, ну, будем, сначала она была римской все-таки, поскольку акт унии подписан был в Риме, а уже потом просто в Бресте на соборе он был утвержден. И вот, узнаем удивительную вещь. Оказывается, в Риме, в это, самым активным деятелем подписания этой унии является английский посол, который, по сути дела, папскими руками, ну и по сути, королем Сигизмундом, которому нужно было сделать выбор, либо быть с Московским царством в Союзе, либо с Европой, да и то даже не с Европой, потому что с немцами, например, поляки никогда не были друзьями, хотя вот живут бок о бок, но хотя бы с католическим миром, западным католическим миром Европы. Так вот, английский посланник год готовил подписание до этого Брест-Литовского договора, сначала именно акта о вхождении большой части, огромного куска, значит, сама Польша, потом западная вся Беларусь и вся правобережная Украина. То есть, вся вот часть, весь правый берег, это практически все то, что вошло в новые униадские земли. И союз этот главный поддерживается иезуитами, то есть иезуиты сыграли здесь главную роль подготовки документов, да, и всего-всего-всего-всего. Поэтому вот этот английский след, я не могу понять, почему, видимо, настолько хитры и денежные английские дипломаты и чиновники, что мы просто перед ними, ну, тупее все в тупиц, потому что на протяжении всей истории мы воевали за англичан. Они нам устраивали революции, душили наших царей, мы за них проливали кровь русских мужиков. Достаточно вспомнить с Наполеоном, войны с Наполеоном, который вел наш, еще один сумасшедший романов Александр I, который на миллионы английских фунтов уложил в землю сотни тысяч русских крестьян, русских солдат, зачем-то воюя за интересы Великобритании, которая в результате в село получила североамериканские колонии, все французские, а мы получили почетное звание жандарма Европы и... И потом развернула всю агитацию против России. Да, 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 абсолютно верно. И потерю Крыма, которую нам устроили, в благодарность за... Зачем было трогать? Надо было дать Наполеону отодрать этот непотопляемый кораблик возле Европы. Да, и помочь ему еще в этом деле. Нет, почему-то вот Наполеон Вишли был не настолько монархичен, как Англия. Александр считал, что революция угрожает, это... Мол, Англия, она же монархия. Нет, ну это не отвлечение. Женя, это не отвлечение. Это... Мы сейчас вот... Первые камни, это был Иван Грозный. Война была популистская, бумажная, информационная война. Да, и сейчас мы вступаем... Если мы с вами трезво рассмотрим то, что было сделано дальше поляками, и вот это смутные времена, и поддержка от Репьева, и прочее, все, что произошло, я думаю, что более 50% здесь будет английского влияния. Обещавшим... Конечно, конечно. Прямо два слова. Конечно же, какие-то вопросы. Напомню просто. Сначала Иван Грозный подружился, я как раз Англии, потянулся к ним. Да, да. Московский торговый двор английский. И подумал, что прямо они его друзья. Да. Но к концу его жизни протрезвение немного прошло, и там дьяк Андрей Щелкалов, участвовали другие наши, в общем-то, неплохие политики. И они показали англичанам, ребята, нет, больше беспошлиной торговли, какую дал Иван Грозный, не будет. И начали их урезать. И вот пошли послы английские, Флетчер, Гарсей, они получили отворот-поворот. Да. Полностью уже, им прекратили. И, конечно, это их взбесило. Взбесило, да. То есть, они считали, что вот эта вот восточная, лесом населенная и дикими людьми, часть, она и под них ляжет вот так. Они так всегда с колониями поступали своими. Она станет их колонией. Да, мы для них индейцы, североамериканские. Они увидели, что здесь власть, что им указывают их место, что, извините, безвозмездной дружбы больше не будет, это их взбесило. И отсюда начались козни, вот с конца 16 века. Да. И вот сейчас этот зарезанный царевич Дмитрий номер два, хоть он и не имеет отношения к династиям каким-то нынешним, но четко выводится опять правитель России, который во всем виноват. Причем, вот прям, знаете, вот лично, чуть ли он не в баночке, для анализов через границу пронес вот это там какое-то отравляющее вещество. Неизвестно, кем сделано. И самое главное, что все берутся нас судить. То есть, прямо они сразу нам выносят осуждение. Это, несомненно, звучит фраза Крылова «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать и в темный лес ягненка поволок». Задача, действительно, сдержать Россию. Задача, чтобы мы жили в рабах. Задача, чтобы мы никогда не были богатыми и сильными. Потому что тогда куском этого мирового каравая им придется с нами делиться. И вот эта вся истерика началась еще с времен Бориса Годунова. Если мы с вами почитаем письма посланников того периода, именно смерть царевича Дмитрия предлагает выставить. Это именно идея английского посланника. Он пишет королю письмо, в котором говорит, погибший царевич прекратил собою династию Рюриковичей, а пришедший к власти Годунов должен быть низвержен именно по причине причастности его к этой смерти и проповеди среди наивного и простецкого народа идеи о том, что это антихрист. Что Борис Годунов некое такое существо, которое наказан Богом будет российский народ. Разумно. Разумно. С точки зрения их действий разумнее. Да. Так вот, давайте посмотрим, что же произошло. А произошла такая вещь, что в 1596 году по решению ряда митрополитов Константинопольской православной церкви во главе с митрополитом Рогозой было принято решение принять католическую веру. Причем в разных источниках по разному объем этого говорится. Где-то говорится просто веру, где-то обряды принять католическим. Ну, в общем, одна главная вещь – это подчинение римскому папе, которому склоняли государство Европы, Сигизмунда Третьего, пообещав ему содействие во всех вопросах. Главную идею, какую они выдвигают, английский посол, в переписке с Сигизмундом, что будет держава их от моря до моря. Англия обещает Польшу от Черного моря до Балтийского. Они сейчас об этом еще до сих пор, у них эти мечтания не прекратились. И когда Сигизмунд, вопреки православному народу, вопреки православному духовенству, принимает решение о унии, тайно это все, то посланцы от этих киевских митрополитов и от короля, едут в Рим, где 23 декабря, прямо перед Рождеством 1595 года, утвержден особый акт о присоединении и подчинении киевской митрополии, вот этих всех православных земель, римскому папе. И уже затем, 19 октября 1996 года, получается, ну, чуть ли не год через год, на Унианском соборе в Бресте он был утвержден. Что, если тут сильно углублят, тут огромнейшая история будет. Мы, наверное, не будем посвящать этому там несколько бесед наших, потому что это можно записать две или три передачи, что там творилось. Одно скажу вам, что происходило два собора одновременно в Бресте. Один собор униарский, другой собор православный. Да, несколько епископов, два епископа и какой-то патриарший экзарх Никифор поддерживали единство с патриархом Константинополя. А остальные и близкие к Сигизмунду люди поддерживали католический вариант. Кстати, мы должны обязательно с вами упомянуть, что подтолкнуло к ускорению этой Брест-Литовской уни установление патриаршества на Руси, поскольку теперь уже нельзя было претендовать на все русские земли. Никак нельзя было претендовать, потому что уже появилась новая патриархия, автономная патриархия московская. Это тоже спасибо Годунову, потому что если бы не Годунов, неизвестно еще, как бы что повернулось бы. Нам бы готова была судьба, которую сейчас нам предлагают. Это сырьевой такой придаток Европы для того, чтобы туда возить лес и газ, и с нефтью. Больше нас никакой там никто даже не предполагает. Ну, тогда Пушнина и различные промысловы. Да, в то время промысловы, пеньки там, лен, пенька там, деготь. И да, вот именно Сигизмунд, ну он понял, что в связи с этим придется выбирать, и выбрал он католическую римскую церковь. Значит, ну, дальше, к сожалению большому, ничего хорошего я о попах сказать не могу. Поскольку более худшего и более страшного действия, чем все церковные соборы, себе представить невозможно. Более вонючего, более злободневного. Знаете, вот как, ну, что сказать? Что такое? Это взаимные проклятия, это взаимные отлучения. Это выяснение, кто же ближе к Богу. Причем Бог молчит. При полном божественном молчании, значит, в золотых ризах с огромными крестами, одни проклинают других, как при Ане Златоусте, так и было это здесь, и в эпоху всех вселенских соборов. Вот знаете, как бы, вот я не могу даже сказать, это как некая навозная куча с драгоценными жемчужинами. То есть, там действительно есть какие-то такие высокодуховные, великие вещи, но, боже мой, сколько навоза. Сколько навоза, даже страшно себе представить. Это вот такая фанатичная злоба, уверенности там одних, что они там с римским папой, а других тем, что с ними Бог. Оно никакого отношения к христианству не имеет. Я себе даже в кошмарном сне не могу представить, что эта злоба, общая такая, общая злоба человеческая, может иметь к Евангелию какое-либо отношение. Потому что в этом случае Христос, получается, отличается Богом неких злопамятных, злорадственных, ненавистных, жадных, провластных, хитрых людей, которые не только о Евангелии и о духовности ничего не помышляют, но думают только о себе, только о своем очень хитром, выгодном каком-то положении и о сохранении своих должностей, власти и прочее, прочее, прочее всего остального. Никто из собора, из православных, не из православных, никто не поступил по-христиански. Никто даже близко, более злобных людей было, наверное, сложно поискать. То есть на этих двух соборов? Ну, естественно, конечно, выбор к Сигизмунду привел к отступничеству, потому что он теперь стал душить православных, а униатов вознаграждать. Точно как было, когда мусульмане приходили, захватывали христианские земли. Налог, например, раз, ты можешь свою веру сохранить какую хочешь, но будешь платить налог в два раза больше, чем мусульманин. То есть я плачу рубль, а ты будешь 10. Этот процесс удушения православных начался намного раньше. Ну, конечно. На полтора-два столетия. Это было и в Испании точно такое же. Именно Польшу, именно Польшу. Да, именно Польшу. Нет, процессы, да, процессы эти начинались... С начала 15 века. Да, да. Они просто очень сложны тем, что вера, закрепившаяся в сердце людей, очень трудно меняется, не так просто ее изменить веру. И, значит, что ж произошло. Ну, православный собор провозгласил Анафему всем перешедшим предателям в католицизм. Унираты провозгласили Анафему оставшимся двум епископам и экзарху. Ну, вообще представить себе, что Христос имеет в этой возне отношение. Я не знаю даже, каким надо быть, кем надо быть, чтобы поверить, что тот, который из креста прощал своих убийц, вот здесь сейчас одни про другие. Вот эта война воздвигается именем Христовым и с кем Христос. В общем, там, где церковь примыкает к власти государственной, там кончается вера. На этом кончается вера. Остается симония, властолюбие, Анафемы, проклятие, извержение Иссанов, благословение, восстановление. В общем, предали все друг дружку Анафеме. И униаты послали Папе Римскому бумагу, что вот они приняли унию, а православные послали Патриарху Константинопольскому бумагу, что они предали униатов Анафеме. Значит, время идет, время не стоит на месте. И все продолжение, дальше продолжилась эпопея. Епископ Львовский не захотел принять унию. И русский епископ тоже. Только в 1702 году присоединились эти территории, буквально через 100 лет. То есть, как бы дело унии уже продолжилось позднее. И только тогда уже произошло завершение этого процесса в Львове и на западных землях нынешней Украины. Ну что, в результате произошел новый раскол. Раскол на греко-католиков униатов. И это православные раскололись в себе. То есть, часть православной церкви приняла, говорит, католическую униатскую веру. А часть осталась. Правящие круги, Речи Посполитой, сговорившись, приняли очень быстро униатство и затем очень быстро перешли в католицизм. То есть, полностью встали на уже не то, что там признание просто Папы Римского и обрядности, а полностью перешли в католицизм. Это все, несомненно, проводилось для того, чтобы возникшая новая московская патриархия потеряла возможность всяческих претензий на эти территории. То есть, патриарх не всеяруси, получается, а только в восточной части. Потому что всегда бы, в любой момент, раз народ православный, патриарх имел возможность говорить, это наш народ, как вот сейчас в Донбассе, например, да, это наши люди, это наша земля. И чтобы притязания Москвы никаких не было на этой территории, то, естественно, перевели в унию, то есть вообще в католицизм. И сказать уже, что там живут наши православные братья, не было возможности. Но, однако же, ничего хорошего с этого не получилось, поскольку это привело только к долго-многолетней, кровопролитнейшей войне между последователями двух вот этих христианских конфессий. Именно в западно-русских многостраданных западно-русских землях. Значит, что получилось? Православные остались без митрополита и начали прятаться по всяким катакомбам и прочим, будучи гонимыми. И если их ловили, то их подвергали суду и наказанию. А вся их собственность, все храмы достались благополучно у неатов, которые отобрали. Они часто любят, вот знаете, часто у неаты любят пенять на нам, на то, что мы у них забирали храмы. Первыми начали у неаты. Вот здесь вот я придерживаюсь принципа, что кто начал драку, тот должен быть наказан. Вот если кто... Знаете, как очень сложно разобраться, вот драка случилась, сложно разобраться, кто прав, кто виноват, там невозможно. Но есть такой принцип. Вот кто начал первый драку, взял там камень или ударил кого-то, и началась потом драка, Вот тот первому, первый кнут ему, кто начал это дело, уже он и будет виноват, раз он не сумел, как говорится, добром, а только вот кулаками разбираться во всем. Это кто начал мордобой, тот должен отвечать. Так вот, первыми начали мордобой у неаты, ибо они начали отбирать православные храмы. И Почаевская лавра в том числе, то есть это все было строилось еще там, частично она была строилась при у неатах, частично были там православные храмы, а потом получилось, что сначала у неатская была, потом отобрали православные, потом опять назад, и это происходило несколько раз. Значит, что произошло дальше? Только через 40 лет появился первый киевский митрополит, который так назывался киевский, и всея Руси, опять же, митрополит. Не у неатский? Нет, уже православный. Как бы столько все равно было много православных, что король не мог не давать православным некоторой свободы. И эта свобода все равно давалась, и вот появился митрополит, вот при Петре Могиле, например, появились первые, которые ему удалось признание со стороны кальтолической Польши получить, то есть, ну, ридическое, как будем говорить, основание. Кстати, сейчас я вот хотел, сейчас у нас начались такие государственные тоже, ну, это, я не знаю, от особого ума, наверное, просто не хватает, начали у нас гнать всяких разного рода сектантов. Гнать, судить их. Они же никуда не денутся. Они все уходят в подполье, и потом будут к нам при всяческом случае, при всяком мстить и делать гадости, да. Как я разговаривал недавно с одним человеком, вот запретили яговистов у нас, взяли, прям запретили, лишили их юридического лица. Ну и чего, они теперь все попрятались по квартирам и строят из себя исповедников. То есть, никто не знает, они тайно собираются, что-то там тайно решают. Раньше они все были на виду, да, раньше они были все на виду, можно было прийти и послушать, там, что там решить. Я не ходил, слушал. Да, вот, вот, я. Теперь они все попрятались по каким-то нормам, да, и зарегистрировали религиозные группы, и теперь они ходят и молятся, как гонимые страдальцы за Христа, за веру Христову. А мы превращаемся в гонителей и там, и прочее, и все остальное. Зачем это делать? Для чего? С какой это целью? Чтобы потом бросали с колоколин и разбивали нам головы об сарае, как было в 17-м году? Должно быть все по уму. Надо делать так, чтобы был государственный контроль. А не так, какой теперь государственный контроль? Ловить мышей по сараям, где они разбежались, устраивать ФСБ, облавы, нападать. Они еще больше получат мученический крест. Может, построим колизей и будем их кидать кракозилам? О, тут есть как раз зоопарки белым медведям будем кидать, в лужу туда, сверху сбрасывать. Ну, это же глупость все. Точно так же и здесь. Как ни старались католики, православные все равно прорастало православие на этой земле. И вот при прибытии могилей король вынужден был признать митрополию. Не мог он ее уже никак сдержать. И, кстати, многие очень князья тоже поддерживали и сохраняли православную веру. Вот. Значит, добившись такого как бы признания от царя, от короля, он все-таки не добился того, чтобы прекратились бесконечные, постоянные дискриминационные действия. Продолжалось, усиливались всякие диссидентские вопросы. Ну, в общем, получилось так, что когда прошел обратный процесс, процесс постепенной ликвидации Брестской унии, в 18 веке уже, когда состоялось присоединение к России вот этой части Белоруссии и Украины, по обережью Белоруссии, 12 февраля 1839 года, на Полоцком церковном соборе уже присоединилось 1600 украинских волынских приходов, потом территории с населением 1,6 миллиона человек до 1875 года. И, в общем, знаете, чем это закончилось? Закончилось это все Сталином. В 1946 году, когда все это, униаты очень поддерживали Гитлера, и им сказали, ах, вы Гитлера поддерживали, все имущество передали Московской Патриархии, ликвидировали и запретили униатскую церковь до 1990 года. И теперь, когда Украина стала самостоятелем государства, униаты еще начали захватывать православные храмы, обратно выкидывая православных прихожан, православных священников из этих храмов. Вот то, что я хотел сказать об Рес-Литовской унии. Более того, самое главное, мы должны заметить, сделано это было для того, чтобы Московский Патриарх не имел никакой возможности притязать на эти древние, всегдашние, славянские, русские исторические земли. А как бы они отдавались благословения Папе Римскому, ну и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Короче, операция английской разведки... Операция совершенно прошла успешно, как и с убийством царевича Дмитрия, вот сейчас с этим скрипалем, интересно, чем это все закончится, повыгоняют нас из всех этих самых посольств, везде, кругом и прочее, все остальное. В общем, у нас... А самое интересное, вы знаете о том, что мы продаем газ Англии дешевле всех в Европе сейчас? То есть, англичане там... Немцы по 400 долларов берут, англичане по 200. Да. Сейчас. Подняли какие-то документы Ивана Грозного? Наверное, да, мы должны все платим и платим, да. Уголь 50%... Я просто удивляюсь, я не знаю, зачем мы это все делаем, для чего. Может быть, конечно, я что-то не знаю, каких-то тайн. Что-то непонятно. Да, но, скорее всего, просто взятки. Вся элита. Вся элита. Вся элита, да. Элита, да, Лондон, все взятками. Почему мы должны субсидировать английскую экономику? Зачем? Нам... Чтобы кормить наших предателей. Да, чтобы кормить наших предателей. Мне вообще кажется, что я, может быть, конечно, в чем-то не прав и не обладаю полной той информацией, но вот это вот действие, которое сейчас с убийством царевича Дмитрия, причем на английской территории произведены, не должны остаться ни в коей мере безнаказанными. То есть оно должно для Англии... Скрипалей? Да, да. Ну, я сказал прямо, что царевича Дмитрия. Почему? Потому что так была развернута травля на Бориса Годунова. Вы понимаете, они как будто достают вот оттуда из папочки. А что-то они делали при Борисе? А вот тут грохнули царевича Дмитрия, да? И смотри-ка, как Годунов потерял в авторитете. Что нужно сделать? Нужно сбить с Путина авторитет. Чтобы все начали его сейчас... Сейчас начнутся какие-то проблемы, а потом обвинить его, что из-за голод, голодомор, зима ранняя наступила, колдунья. Сейчас уже все рассказывают о том, что Ванга там что-то пророчествовала. В общем, сумасшествие. То есть народ простой, и люди начинают верить в какие-то религиозные морозы. Злой рок. Некий такой своеобразный злой рок. Ну, ладно, мы с вами как бы упомянули вот эту важную сейчас очень составляющую. Я думаю, что это для нас имеет огромное значение. Нам надо как-то прямо... В общем, тем более, она сейчас к Евросоюзу уже никакого Англия не имеет отношения. Мало что сама свалила, а то теперь нас стравливает с Евросоюзом. А сама останется в стороне опять. Вы можете представить себе, что во Второй мировой войне англичане там 450 тысяч солдат против наших 27 миллионов. 20 миллионов военных, там 7 миллионов в мировом населении. Ну, только представить себе, чьими руками совершается вся война. Чьими. Зачем этот враг русского народа вручал Сталину меч генералиссимуса, победителя? То есть Змеюка, она всегда знает, как себе выгоду совершить. Что ей выгодно, то она и совершает. Черчилль хотя бы была открытая Змеюка. Ну да, Змеюка. А тут какая-то скрытая, да еще в женском лице, так говорится. Вот, ну, абсолютно. Продолжение следует...